Наше время сложно представить без современных технологий, а такие вещи как фото и видеосъемка давно уже стали обыденностью, которой не удивляются даже старшие поколения. Зачастую мы используем эти приспособления, чтобы запечатлеть момент своей жизни или же просто для веселья. Но порой линзы нашей камеры успевают снять не совсем приятные вещи. Сегодня мы рассмотрим 8 роликов с автомобильных регистраторов, которые взбудоражат и заставят ваше тело покрыться мурашками. Итак, юные детективы, начнем же! Это видео с регистратора было снято в Австралии. Двое мужчин, на Мерседесе едут по шоссе, а затем видно машину, которая быстро приближается. Затем водитель обгоняет парней и явно пытается сбить их с дороги. То, что сначала можно было списать на дорожную ярость, вскоре принимает более серьезный и тревожный поворот. Мужчины замечают, что у водителя топор. Он размахивает им из своего окна и угрожает. «У него есть топор, чувак!» «Что ты делаешь?» «Соблюдай расстояние, братан!» Внезапная и неожиданная встреча заставляет мужчин быстро развернуться, чтобы избежать погони. Но мужчина продолжает их преследовать. Ситуация усугубляется, когда они используют следующий съезд и приближаются к кольцу. Поехали! Вызывай копов, братан. Розвони сейчас! У-у-у-у-у! Доложай ехать! Чувак, вызывай копов! Да-да-да! Он будет еще раз таранить нас. Подожди, нет-нет-нет. Да. Доложай ехать. Боже мой. Два раза в Мерседес врезались сзади. После второго раза машину злоумышленника развернуло с дороги. Это позволило парням уехать. Затем они приехали в ближайший полицейский участок, где сообщат о произошедшем. Когда полиция прибыла на место происшествия, машина исчезла. Однако через несколько часов они найдут автомобиль на дороге. Водитель будет задержан. Позже станет известно, что правонарушитель гнался за ними, потому что был уверен на 100%, что они накануне ограбили его дом. Но он обознался, а парни никогда не видели этого человека ранее. Было установлено, что он находился под влиянием каких-то веществ. Ему будет предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, за которые он будет приговорен к тюремному заключению на два года. В августе 2018-го Джастин Билтон и его 70-летний отец Чарли взяли на прокат машину и отправились в путешествие в национальном парке Глейшер в США. Джастин и Чарли установили палатку в парке, а уже на следующий день узнали, что находится практически в эпицентре огромного лесного пожара, который начался из-за удара молнии. Единственным путем к спасению была автомобильная дорога, которая уже была частично охвачена огнем. Но выхода не было, и отец с сыном на свой страх и риск отправились в неизвестность. Своё эпическое путешествие они снимали на камеру телефона. И это пугающие кадры. Как мы это сделаем? Сейчас мы это узнаем. Я думаю, что мы сможем проехать через это. Что? Папа, что если машина взорвется? Тогда мы умрём. Пап, это безумие. Я знаю. Мы не хотим попасть в ловушку здесь. Легче, легче, всё в порядке. Мы в порядке. Помедленнее. Здесь большая яма, с ней скорость. Мы выезжаем из этого огня. Мы ещё не выехали, пап. Мы не выехали. Мы хотя бы в порядке. Что? Полегче, полегче. Ты не видишь? Медленнее. Едь медленнее. Полегче. Пап, машина нагревается. Она может взорваться. Нет, всё хорошо. Папа, если на нас упадёт дерево... У нас всё хорошо. Медленнее. Господь Бог, помоги, пожалуйста. Ты исправляешься, всё нормально. Папа, не можем выйти. Я выхожу. Ты не можешь ехать назад. Я могу. Нужно убрать это с дороги. У нас есть перчатки. О, боже. Остановись. Пап, нужно выбираться отсюда. Видео прекратилось, когда посреди дороги Джастин и Чарли обнаружили упавшее дерево и решили его передвинуть. Им пришлось вернуться и ехать задним ходом. Как рассказал Билтон-младший журналистам, по горящей дороге они добрались до озера, где встретили работников национального парка. Вместе с ними они спасались на лодке, оставив машину на берегу. По словам Джастина, уже через 10-15 минут после того, как они отплыли, машину охватило огнём. Своё спасение мужчины называют настоящим чудом. И с этим трудно не согласиться. На этой записи с видеорегистратора видно вооружённое ограбление таксиста. Водитель Ральф Ралетто только что начал свою смену, и это была его первая поездка в тот день. Когда он был остановлен на светофоре, пассажир резко садится и требует отдать ему всё, что у него есть. Отдай мне всё, что у тебя есть, чувак. Это ограбление. Хорошо. Отдай мне все свои деньги. Парень, у меня нету. Я только начал. Отдай мне всё, что у тебя есть. Отдай сейчас же. Хорошо, хорошо. Что у тебя ещё есть? Дай мне посмотреть твой кошелёк. Дай мне посмотреть. Я только начал. У меня ничего нет в кошельке. Мы можем сделать это по-хорошему, либо по-плохому. Дай мне свой кошелёк и телефон. Прямо сейчас, если ты не хочешь умереть. Хорошо. Хорошо. Отдай мне всё сейчас же. Если присмотреться, то можно увидеть полицейскую машину на том же светофоре прямо за ним. В какой-то момент свет стал зеленым, но машина, в которой сидел Ральф, не поехала. Это насторожило полицейских, они включили фары и вышли на разведку. У меня ничего нету в кошельке. Я ничего не ношу там. Просто отдай мне свой телефон и кошелек. Мне нужен твой кошелек. Нет, пожалуйста, не забирайте мой телефон. Мне нужен для... Там коп возле нас. В чем проблема? Я хочу увидеть ваши руки. Выйдите. Ряжься на землю. Вы спасли мне жизнь. Боже мой. Почти сразу офицер понял, что произошло ограбление. Преступник был арестован и позже обвинен в свершении нескольких преступлений. В апреле 2021 года мужчина по имени Мич Кун возвращался в Голд Кост по шоссе Хьюм, недалеко от Барди. Незадолго до восьми вечера воскресенья. Когда он увидел ребенка, который был одет то ли в большую куртку, то ли был завернут в одеяло. Он выходит на середину шоссе, едва не попав под машину Мич. Кун подумал, что если резко остановиться, то может спровоцировать аварию, поэтому его мать, сидевшая на пассажирском сидении, позвонила в полицию и сообщила о беспризорном ребенке, который был на шоссе. Звонок был сделан в 19.41. Полиция заверила, что они отправят туда немедленно патрульные подразделения. Через час Мич снова позвонил, чтобы спросить про остановку и предложил записи с видеорегистратора. Но ему сказали, что в этом нет необходимости, так как ребенка благополучно забрали и он направлялся домой. Однако, как ни странно, позже полиция заявила, что ни один ребенок не был найден, несмотря на то, что офицеры обыскивали территорию до 3.45 утра. Кроме того, они будут утверждать, что не сказали Митчу, что нашли ребенка. На следующее утро несколько добровольцев начали обыск местности, но никого там не нашли. Сообщение о пропаже ребенка также не поступало. Эти кадры с видеорегистратора были сняты на улицах Тайваня. Сразу видно, что съемка происходит в разгар бури. Сильный ветер разбрасывает обломки. В какой-то момент даже видно, как они пролетают мимо лобового стекла. Но водители еще не знали, что настоящий торнадо формировался позади и направляясь в их сторону. Запись видеорегистратора точно фиксирует момент, когда торнадо прошел прямо через них. Он был достаточно силен, чтобы поднять транспортные средства над землей. Можно заметить, как белый фургон, который выезжает на дорогу, в какой-то момент затягивается торнадо и исчезает. Но как только торнадо пройдет, можно заметить, что авто между двумя деревьями. Однако больше всего беспокоит человек, который находится с правой стороны дороги. К сожалению, эта женщина серьезно пострадала и с многочисленными травмами будет доставлена в больницу. Буря будет продолжать разрушение в виде 50 дюймов дождя. На этой записи с видеорегистратора видно, что водитель едет по пустынной и длинной грунтовой дороге. Впереди стоит машина, припаркованная таким образом, чтобы заблокировать движение. Двое мужчин с бейсбольными битами начинают идти к машине, и вот тогда становится ясно, что это грабеж. Водитель пытается уехать, но мужчины мешают и делают все возможное, чтобы помешать этому. В какой-то момент у водителя появляется шанс, и он нажимает на газ, чтобы уйти невредимым. Неизвестно, были ли мужчины с бейсбольными битами когда-либо пойманы. В конце ноября 2015 года в Южной Австралии вспыхнул крупный лесной пожар. Эта запись с видеорегистратора была сделана одной из пожарных машин, прибывшей на место происшествия. В начале записи видны огромные облака дыма, показывающие, насколько большой был огонь. По мере того, как грузовики продолжают двигаться вперед, видимость постепенно ухудшается и становится настолько плохой, что пожарные вынуждены остановиться. Затем вдалеке можно заметить, как распространяется огонь, и пугающий быстро приближается к ним. Вот оно, я слышу, оно приближается. Ник, помедленнее. Мы должны идти в противопожарное укрытие. Быстрее, противопожарное укрытие. Оно приближается. Противопожарное укрытие, Скотти. Оно приближается. Грузовик впереди пытался вырваться из огня, а грузовик с видеорегистратора пытался действовать по протоколу burn-over, то есть противопожарное укрытие. Это специальная защита пожарной машины, по которому грузовик остается на месте, а вода распыляется снаружи автомобиля, чтобы он не сгорелся. Экипаж разворачивает специальные одеяла на липучке, чтобы защитить себя от жары, и использует респираторы. Однако во время этого протокола у экипажа из грузовика впереди не было воды. Спинклерная система пожаротушения не работала должным образом. Нету воды! Они не смогли оставаться на месте и были вынуждены двигаться вперед в надежде спастись от огня. К счастью, это решение спасло их жизни. Все команды обошлись минимальными травмами. На этой записи с видеорегистратора запечатлен тревожный момент, когда самолет промахнулся со взлетно-посадочной полосой и совершил аварийную посадку на трассу. Наказывается, самолет по ошибке пролетел мимо взлетной посадочной полосы из-за плохих погодных условий. Сидения самолета и другие обломки стреляли в проезжающие машины. Самолет перевозил несколько членов экипажа без пассажиров на борту. Но, к сожалению, пять из восьми членов экипажа не выжил. Водитель автомобиля с видеорегистратором выберется невредимым. Благодарю юные детективы за просмотр. Напишите в комментариях, были ли у вас подобные случаи, как в сегодняшнем ролике. Если вам нравится такой формат, поставьте этому видео лайк, и мы сделаем следующую часть истории, снятых на видеорегистратор. Берегите себя и друг друга! До встречи в следующих роликах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok